Добрый день, уважаемые члены Президиума, уважаемые коллеги. Разрешите представить вам случай экстраневрального метастазирования у пациентки с глиобластомой. Глиобластома – это высокозлокачественная опухоль, преимущественно астроцитарной дифференцировки. Гистологически она характеризуется наличием следующих особенностей. Это ядерная атипия, клеточный полиморфизм, метатическая активность, микрососудистая пролиферация и участки некрозов. В глиобластоме встречается мутация H3F3A-K27M. Возникает она в результате замены аминокислоты лизина на метионин. Все это сопровождается подавлением процесса транскрипции. Наличие этой мутации обуславливает еще более неблагоприятный прогноз. Мутация K27M встречается не при всех локализациях глиобластомы. Это таламусы, ствол головного мозга и спинной мозг. В других локализациях не встречается. Менее чем 2% случаев глиобластома может метастазировать за пределы центральной нервной системы. И в 20% случаев было проведено исследование, где в 20% случаев у больных с глиобластомой обнаружили циркулирующие опухолевые клетки, причем независимо от того, было проведено хирургическое вмешательство или не было. Вот это исследование. Участие было почти 2000 человек. Из них экстраневральное метастазирование только у 35 пациентов случилось. Вот 1,9%. Непосредственно клинический случай. Это пациентка 13 лет. Диагноз ее – это диффузная срединная глиома таламусов. Больше справа – K27M позитивная. Состояние после биопсии образования. Состояние после локальной лучевой терапии с параллельной монохимиотерапией тимозоламидом и моноклональным антителом авастин. Положительная динамика с уменьшением размеров образования. Затем прогрессирование болезни в виде метастазирования по оболочкам спинного мозга. Состояние после повторной лучевой терапии с параллельной комбинированной терапией. Больна она с 15 августа 2018 года, когда впервые у нее появилась головная боль. Потом присоединились боли в шее. Выполнено было КТ и МРТ, выявлено образование, ну, головного и спинного мозга, выявлено образование правого таламуса, больше справа, левый таламус тоже задействован. Также были выявлены изменения в спинном мозге, участки накопления, ну, о них позже. В сентябре была выполнена биопсия. Гистологически верифицирована диффузная срединная глиома. Обнаружена мутация К27М и не выявлено метилирование МГМТ, которое обуславливает чувствительность к темозоламиду. Повторно выполненное МРТ в области зрительных бугров также, ну, определяется образование размерами по сравнению с предыдущим исследованием без динамики. Оно не копило контрастное вещество. При исследовании спинного мозга выявляется очаг контрастирования по оболочкам спинного мозга. Если тут указка, вот этот участок, он вызывал подозрения, почему? Потому что он в динамике не увеличивался, он не похож был на обычный метастаз. У него такая форма штрихообразная. Поэтому был решен пересмотр томограмм. Рекомендовано было повторить МРТ пояснично-крестцового отдела. И при повторном исследовании эти изменения были трактованы как сосудистые. Пациентка получила локальную лучевую терапию на область опухолизрительных бугров. Параллельно она получила монохимиотерапию тимозоламид и два введения овостина. На МРТ видно положительную динамику со стороны образования в головном мозге после лучевой терапии. А в спинном мозге, то есть спустя 5 недель после лучевой терапии, при контрольном исследовании, мы видим положительную динамику со стороны образования вправо таламуса и отрицательную динамику в спинном мозге. Она успела получить только один цикл монохимиотерапии тимозоламидом. Снова повторно консультированы томограммы. Отмечается смешанный характер, уменьшение распространения опухоли в проекте зрительных бугров справа с умеренным расширением желудочковой системы. Также отмечено расширение водопровода мозга. Дополнительно впервые эти изменения трактованы. Выявлено нарастание изменений в телах грудных и поясничных позвонков вероятно дегенеративного характера. И изменения в спинном мозге метастатического характера. Выполнена была ПЭД головного мозга, где в правом зрительном бугре определялся очаг повышенного накопления радиофармпрепарата. В других участках головного мозга не было выявлено очагов накопления. Тогда было решено проведение лучевой терапии, так как мы получили хороший эффект от локальной лучевой терапии на область головного мозга. Было решено проводить локальную лучевую терапию на область спинного мозга. Также с параллельной монохимиотерапией тимозоламид и введением овостина. Выполненное МРТ после окончания лучевой терапии. Также отмечалось продолжение уменьшения размеров образования в области таламусов. А при МРТ головного и спинного мозга также сохранялось образование в области таламусов. Продолженного роста не отмечалось. Желудочковая система была увеличена. При исследовании спинного мозга очагов накопления контрастного вещества не выявлено. Томограммы были пересмотрены в референс-центре. И какие особенности были? Появился очаг накопления в четвертом желудочке головного мозга. Определённые изменения в телах позвонков, множественные очаговые изменения, генез которых требуют дополнительных исследований. И заключение. Всё отрицательная динамика в виде интракраниальной локализации с появлением нового патологического очага в области четвертого желудочка. Положительная динамика со стороны спинного мозга. И рекомендовано было произвести дополнительное исследование остеоэстенциографию костей скелета для уточнения характера изменений в телах позвонков. Вот появился новый очаг в области четвертого желудочка. Появился участок накопления контрастного вещества в области правого таламуса. И вот изменения в телах позвонков, которых ранее не определялось. При этом сам спиной мозг, в нём положительная динамика. Те участки контрастирования, которые были, они регрессировали. Помимо этого, у пациентки отмечалось спустя месяц после проведения лучевой химиотерапии параллельной, отмечалась ромбоцитопения до 70, стойкая. Было проведено ПЭД головного мозга с метионином. Подтверждено, что этот участок в области четвертого желудочка повышенно накапливает контрастный радиофарм препарат. Сцентиграфия костей всего тела с технецием диагностировала неравномерное диффузно-повышенное распределение радиофарм препарата во всех отделах скелета с максимальным уровнем аккумуляции в костях таза. Также рекомендовано было провести дополнительные исследования эффект КТ. При эффект КТ определяются множественные метастазы размерами от нескольких миллиметров до 16. всех отделах скелета, позвонки, это кости таза, ребра. И заключение было дано метастатическое поражение костей скелета. Значит, спустя 5 недель после окончания лучевой терапии пациентке планировалось проведение противорецидивной химиотерапии, это Вастина и Ирина Тыкан. Однако показатели крови ее не стабилизировались. Она была в стойке тромбоцитопении, которая прогрессивно ухудшалась. Показатели тромбоцитов были 70, 50 и 30. Проводились неоднократные трансфузии тромбоцитарной массы, которые не приводили к положительному эффекту. Тромбоцитопения сохранялась. Было планировано проведение костно-мозговой пункции, чтобы диагностировать возможное метастазирование в костный мозг. Однако состояние пациентки прогрессивно ухудшилось, вследствие чего отказались от проведения костно-мозговой пункции. И 10 мая этого года пациентка скончалась. И еще один случай недавний. Заключительный диагноз тот же самый. Прогрессирование болезни, метастазирование в области 4-го желудочка, кости скелета и костный мозг под вопросом, так как костно-мозговую пункцию все-таки провести не удалось. Еще один пациент. Это уже 20... Ему на данный момент 28 лет. Диагноз его медулобластома червя-можечка и левой гемисферы мозжечка. Состояние... Впервые он заболел в 2015 году. Было проведено оперативное лечение, лучевая терапия, химиотерапия. Было прогрессирование заболевания в марте 2017 года. Стереотоксическая радиохирургия на аппарате ГАМ-Кибернож. Полный эффект. В течение двух лет он находился на динамическом наблюдении. И в данный момент у него прогрессирование заболевания в виде экстраневрального метастазирования в тела позвонков. Сейчас он находится на фоне монохимиотерапии тимозоламид. Он получил 4 цикла монохимиотерапии. И вот положительная динамика уже отмечается. Всего планируется провести от 12 до 24 цикла в зависимости от гематологической переносимости, как будет пациент переносить. Учитывая вышесказанное, хочется сделать следующие выводы. Экстраневральное метастазирование опухоли центральной нервной системы – это достаточно редкая патология. Встречается она всего в 2-3% случаев. В зависимости от локализации симптомов гистологического диагноза необходимо проводить такие диагностические исследования, как остеостентография костей скелета, костно-мозговая пункция, ПЭТ-КТ всего тела с фтордизоксиглюкозой и КТ соответствующих органов. Лечение экстраневральных метастазов преимущественно системное. То есть это химиотерапия, таргетная терапия, которая подбирается в зависимости от гистологического диагноза. Спасибо за внимание. Спасибо, Валерий. Валерий, но у кого-то есть вопросы по поводу этого пациента? Да, пожалуйста. Большое спасибо за доклад. У меня такой вопрос. У вас в самом начале доклада прозвучала информация о глиобластоме, и вот что касается первого пациента, мне хотелось бы уточнить такой нюанс. Всё-таки это был пациент с диффузной медлайн-глиомой с мутацией К27М, поскольку мы знаем, что это отдельная опухоль, которая выделена согласно классификации ВОЗ 2016 года отдельно, либо это глиобластома была? Диффузная срединная глиома таламусов. Ну, в соответствии с локализацией? Диффузная срединная глиома. Всё-таки диффузная срединная глиома. Срединная глиома, К27-позитивная, конечно. Но на самом деле в классификации даже указано, что это Грейт-4 и их… Но это не глиобластома, просто чтобы не путать эти понятия. Нет, конечно. Но это злокачественная глиома Грейт-4. Да, несомненно. Да. Спасибо большое, Ольга Григорьевна. Продолжение следует...